Шумо- и звукоизоляция потолка. Это у меня кухня и гостиная совмещенная. Сделали одеяло. Процесс будет следующий. На бетон изначально клеится вот такая вот ткань. Я ее заранее закупил. Сейчас скажу. Термозвукоизол называется. Очень похоже на одеяло. Вот тут такой срез. Можете посмотреть. Такой, чтобы на стекло-волокно похоже. Делается следующим образом. Сначала клеится вот эта ткань. Специальный есть клей. Потом это все дело нужно прикрепить специальными тоже вот такими вот приспособлениями. Смысл заключается в том, что с потолком не будет касаться железа. Везде, где есть какие-то крепления, обязательно прокладка идет прорезиненная. Вот если наверху посмотрите, там тоже специальные шайбы, прежде чем касается дюбель вот этих направляющих. Есть вариант, допустим, окантовочка делается скотчем звукоизоляционным. Или нам предложили просто вот это одеяло чуть загнуть вниз. И оно тоже служит такой же прокладкой между вот этой направляющей и бетонной стеной. С той стороны прокладка это вот эта шумка. С этой стороны идут вот эти прорезиненные шайбочки. В итоге независимая конструкция. Тем самым добиваемся минимума прибежания, шума и так далее. В общем, все это дело приклеили, на клей посадили. Потом после этого собирается конструкция, как обычно для гипсокартона. И наверху будем закидывать для шумоизоляции вот такие вот, как нинвата. Техно-николь называется. Техно-акустик. Плиты минераловатные, теплоизоляционные. Вот это все дело я покупал в Леруа Мерлен, техно-николь. А вот это приспособление, чтобы сделать, это я уже приобретал отдельно в компании. Сейчас уже не помню, как называется. У них также приобрел санэтик. Виброакустические свойства имеет. Вот сейчас тут вот так вот покажу, можете посмотреть. Санэтик это плотный, однокомпонентный, силиконизированный герметик. Сейчас процесс какой? Вот это прикрепили, конструкцию собрали. После конструкции идут вот эта вата, которую я показал, техно-николь. После этого крепится гипсокартон. И срезаются вот эти все лишние вещи. И все щели везде, все промазываются вот этим силиконом. После этого еще один слой будет гипсокартона. И этот слой нужно будет ложить параллельно. В общем, если один слой мы гипсокартона положили так, то второй делаем наоборот. Два слоя обязательно гипсача. Тем самым создается вот такая звукоизолирующая система. Для чего я это вообще делаю? Тут у меня находится кухня. Там у меня находится что-то типа зал. Будет здесь телевизор. Допустим, будет очень шумно, да, гости. А наверху семейная комната, детская комната. И чтобы не было слышно топота оттуда и отсюда шума там, вот именно для этого я решил закрыть потолок таким образом. И добиться спокойствия, чтобы я мог спокойно сюда сесть, включить телевизор, смотреть телевизор и не переживать, что там мешают детям спать. Посмотрел очень много роликов, где рассказывается, как это все дело происходит. В итоге я понял, что это уже стандартная обычная схема и ничего тут такого грандиозного. Вот братья у меня, которые занимаются ремонтом, делают это первый раз. Еще не сталкивались с такой звукоизоляцией. Я вот спросил, вот это одеяло, когда крепили к потолку, легко ли было? Он говорит, вначале, когда, ну, увидели в упаковке, ну, думаем, ну, тряпка-тряпка прикрепим. В итоге оказалась очень толстая тряпка. И не так-то и просто крепить это к потолку, оно просто падает. Но для того, чтобы хорошо закрепить, есть специальный клей, который я покупал вместе с этими же одеялами. В общем, все вот эти нюансы приспособлены, это все в одной компании я купил. Но я подумал, что не хватит вот этого клея и пошел просто взял в Леруа Мерлен одну банку. Вот, сейчас, если здесь она где-то есть, одно ведро специального... Так, здесь я не знаю, куда они убрали. Вот, чтобы заклеить, вот это использовали. Клей универсальный, контактный. Но я еще клей другой взял. Ну, как жидкий, монтажный. А, вот он. Сейчас. Вот такой клей ПВА. 10 литров. В итоге оказалось, что этот клей не может прикрепить одеялок к потолку. Так что покупайте тот клей, который нужен именно для этого процесса. Он не клеит. Так что химичить, придумывать не нужно. Нужно делать то, что конкретно подходит именно для этого одеяла. В общем, они прикрепили. Все. Я вам тоже это советую. Я вообще был удивлен, конечно, когда мне сказали, надо два гипсокартона. Два слоя гипсокартона. У меня сразу вопрос. Для чего? Нафиг два гипсокартона крепить? Это же тяжесть и все такое. В итоге, чтобы звук задержался, нужно несколько слоев разновидности материалов. И именно когда звук доходит до гипсокартона, если идет один слой гипсача, то звук не задерживается. Не настолько сильно, потому что нету барьера. Тяжесть, короче, должна, так сказать, присутствовать. Плотность, вернее. Поэтому два слоя гипсокартона обязательно. Если вы тоже с этим вопросом столкнетесь, вас это удивит. Подумайте очень хорошо. И все-таки сделайте два слоя. Чтобы это все в действительности работало. Вот такое вот дело. По стоимости, скажу вам, недешево, конечно, это. Но если уж делаете один раз дом, на всю жизнь, можно сказать. И экономить на этом, думаю, не нужно. Я отдал 27 тысяч рублей, чтобы сделать звукоизоляцию здесь, в кухне и зал. И еще я звукоизоляцию одной стены у себя в кабинете. Там специальные плиты. Покупал тоже. Можете посмотреть отдельный ролик. Специальные плиты. Бескаркасная система. И там используется кварцевый песок. В общем, чтобы зашить 10 квадратов вот этой стены, плюс 28 квадратов вот это помещение, потолок. На все эти приспособления у меня ушло, ну, грубо говоря, 30 тысяч рублей. Вот. Это я не считаю работу. Там всякие доставки и так далее. Просто сам материал. Ну, и не считая, конечно, направляющие. И гипсокартон. Я имею в виду только вот эти вот одеяла, шумка, всякие клеи, приспособления, болтики, гаечки. Вот эта изолента, как вы видите, специальная звукоизоляционная какая-то тоже изолента проклеивается. Вот только за это отдал тридцатку. Вот. И вам же тоже, ребята, советую. По-любому хорошая штука. А насколько она хороша, это я, конечно, могу уже сказать чуть позже. Когда протестируем. И на своем опыте, на практике, спустя там полгода, я скажу, насколько действительно хорошо это работает. Всем пока. Продолжение ролика. Это шумо-звукоизоляция стены, кухня и горшина тут совмещенная. Вот вы можете посмотреть, как это выглядит в разрезе. Изначально шла, получается, одеяло, которое я вам показывал в начале ролика. Потом вот этот техно-николь, вата. И уже идет гипсокартон. Потом все вот эти направляющие проклеиваются специальной лентой. Вот такая вот лента. Тоже предназначена, чтобы железо не соприкасалось с гипсокартоном. В общем, максимальное железо нужно шумоизолировать. Чтобы не было касания с бетоном, с гипсочом, с болтами и так далее. Для этого вот такая есть клейка ленты. Вот эта сторона клейки идет. Просто клеите. Это вот для болтов. Шайбы резиновые. Это клей был, на который как раз первое одеяло клеили. А это силикон. Вот с помощью вот этих силиконов будут промазываться вот эти вот все краешки и болты. В итоге получается вот такая вот конструкция. Сейчас одним слоем гипсокартона закрывают, получается. Допустим, вот идет в эту сторону гипсач. Как все закроется, следующий слой гипсокартона будет наоборот. Параллельно. Вот Субтитры делал DimaTorzok Липсокартон с дырочкой Отверстие Стресс Коррору Стресс Играет музыка. шумоизоляция потолка готова два слоя гипсокартона все выглядит следующим образом тут уже остается просто стандартная вещь там шпаклевки покраски кухня и зал получается совмещенная все полностью гидро звуко изолировали и